Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового! И сегодня у нас с вами видео, где я буду проверять лайфхаки. Все лайфхаки, которые я сегодня буду проверять, прислали именно вы мне в директ. Поэтому прямо сейчас оттуда я буду выбирать самые интересные лайфхаки и делать проверку. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Тык! Включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Вы тоже видите что-то странное в этом лайфхаке, потому что выглядит все очень просто. Опыт показывает то, что просто, то нелегко. Логично, я женщина, поэтому у меня есть логика. Скрепки есть, волосы есть, руки как обычно и задницы, поэтому поехали. Это выглядит настолько просто, что даже у меня должно получиться скрепочка, волосы и... Оно работает? What the fuck? Почему оно работает? Почему я в шоке? Я шокирована. Да ладно, реально... Ой, упала. Но это я рукой сбила. Ага! Оно реально работает. Офигеть. Слушайте, я вообще удивлена, потому что я никак не рассчитывала на то, что скрепка, скрепка будет держать волосы. Что за... Что происходит? Неужели лайфхаки наконец-то стали такими же годными, как мой контент? А, нет. Оно реально все это держит и держит на ура. Прикольно. Как раз следующий лайфхак я хотела делать с тональным кремом, поэтому вот заодно убрали волосы и проверим, выдержат ли скрепки груз ответственности тонального крема или все-таки нет. Проверка началась. Лайфхак номер два. Как быстро в этом видео прошел первый лайфхак? Просто рекорд. Два. Кстати, сейчас будет один лайфхак, но внимание, срок действия этого лайфхака ограничен до 30 сентября. Ведь это особенная акция с распродажей у Алиэкспресс в фэшн-разделе. Я люблю Алиэкспресс и совершенно недавно я заказала себе оттуда несколько пуховиков на зиму. И мне кажется, что я сделал очень выгодную покупку, ведь качество одежды на уровне хорошего шоурума, а цена супер низкая. Ну и, конечно же, у тебя есть полная защита как покупателя, и ты всегда можешь оформить возврат, если вдруг что-то пойдет не так. Как я уже сказала ранее, я вообще очень сильно люблю покупать всякую одежду, аксессуары на Алиэкспрессе. И есть еще одна дополнительная супер крутая новость. Скорость доставки увеличилась. И мне моя посылка просто... Представьте, за сколько пришла? За 10 дней. Мне пришла моя посылка за 10 дней. Это же просто... А-а-а! Как круто! Собственно, смотрите, что я купила. Первый пуховик черный с отделкой под мех. У моей мамы есть похожий, и когда той зимой я к ней летала, то я захотела себе ровно такой же. Но тот, что у мамы, уже никак нельзя было купить. Поэтому я облазила весь интернет и нашла то, что хотела на Алиэкспрессе. И я реально уже убедилась давно в том, что если реально что-то хочешь, то обязательно найдешь что-то на Алиэкспрессе. Следующий пуховик вот такой вот сиреневый. Я его заказала, потому что мне безумно понравился цвет на фото. Знаете, такой пыльный лавандовый оттенок. Выглядит, на мой взгляд, потрясающе. Уверена, что этой зимой я не только не замерзну, потому что он супер теплый, но также и наделаю себе огромное количество классных фотографий. И еще одна моя покупка. Вот этот вот черный пуховик. Он мне понравился своей желтой неоновой отделкой. В последнее время мне очень нравится желтый. И мне кажется, что такое сочетание реально выглядит очень классно. Особенно, когда зимой хочется чего-то яркого. Ссылку на распродажу я оставлю вам, кстати, в описании. А также, если вы увидите кодовое слово ЛИСА с больших букв, вы получите заплатную скидку. Так-то. Кушайте азиатские лайфхацки из, я не знаю, из ТикТока или из Лайка. Кислота. Я делаю уже что-то похожее, если вы помните. А если не помните, то вам следовало бы посмотреть. Но в этот раз у нас не шахматная доска на лице, а это будет не ферзь, а это будет, я не знаю, офицер, слон, ладья. Перечисливаю шахматные знаки так, как будто я их знаю. А, спалилась на том, что сказалось шахматные знаки, шахматные фигурки. В общем, тут мы делаем с вами разлиновку просто, я даже не знаю, какого уровня. Линуем мое лицо, линуем мое лицо. Однако, здравствуйте. Так, потом у нее идет белое контурирование, которым все это добро покрывается. Так, так. Боже мой, мне уже плохо. Я уже чувствую, как кожа моя задыхается и издыхает. Губу поранила. Непростительная роскошь. Зато теперь вы видите, насколько прямые стрелки я могу рисовать. Вот посмотрите, насколько ровно просто все у нее. Насколько ровно это сделала она и насколько криво это сделала я. Я не думаю, что будет хоть какая-то разница. Но, тем не менее, by the way, как говорится, теперь вы понимаете, почему статус жрица кривострелки. Он не у этой женщины, а у меня и у ряда моих подписчиков, которые тоже не могут в ровную линию. Полосочка. Так, еще у нее белые тоже идут продольные. Да, видон тот еще. Что ж, теперь все это добро, она при помощи средства от кушена пытается вот так вот себя снимать. Получается идеально. В принципе, я думаю, что это магия фильтра, но если не магия фильтра, то нет времени, чтобы объяснять. Надо взять какой-нибудь спонж, который не жалко будет. А, подождите, у меня их много новых. Секунду. На случай, если это безбожно испортит кушон, хотя бы возьму из упаковочки новой, а не тот, кто пришел в комплекте с этой косметикой. Дальше все должно быть просто, но что-то кажете мне, что нет. Вы видите, да? Вы видите этот обман на моем лице? Это кислота. Полная кислота. Это очень тяжело растушевать, я вам скажу. Бедная моя кожа. Да, контрингом, конечно, растушевывать. Вот эту вот фигню нереально как-то. Блин, я возьму, извините, влажный спонж, потому что иначе я просто вытру все свое лицо, сотру его до костей. А вы же не хотите видеть мой череп? Нет, не хотите или хотите? Вожь мой, какие вы страшные, если хотите видеть мой череп. Ужас какой. Да, кислота. Но, как вы знаете, по традиции, даже если сейчас ничего не получится, я буду с этим великолепием до конца видео, потому что вы должны знать, так сказать, лайфхаки и ваших врагов в лицо. Девочка, зачем ты так обманула всех? Короче, вблизи это выглядит как-то так. Это суперстремная какая-то история, потому что... Ну, я думаю, вы сами видите, почему она стрёмная, это просто жесть. Вот тот шахматный лайфхак, о котором я говорила ранее, он реально, по-моему, нормально сработал, но это не точно. Я оставлю вам ссылку на это видео, потом сами посмотрите, проверьте. Но это просто жесть. Я реально, это очень стрёмно. Оно очень стрёмное все. И главное, что ты никак не растушуешь дальше. Просто жесть. Ну ладно, буду пугать вас до конца этого видео. Этому лайфхаку я оставлю не то, чтобы дизлайк. Я оставлю ему просто 10 дизлайков по шкале 10 дизлайков. Из 10. Ужас, давайте дальше уже. Что ж, следующий лайфхак с хайлайтером. Для этого нужно будет сделать самодельный хайлайтер из консилера и теней прозрачных. Ну, не прозрачных, каких-нибудь светлых. Добавляю консилер на наш изнасилованный спонжик. Можно просто дать вот чуть-чуть консилера сюда. Теперь нужно будет немного накромшить теней. Ой, прям вот угадай или сосай в деле, ничего не скажешь. Так, сейчас я покрошу. Прям на спонж буду крошить. Это типа создаст сейчас нам, по идее, жидкий хайлайтер, при помощи которого можно будет получить такой вот эффект влажной кожи. Вот, собственно, я тут все намешала. Теперь наносим на лицо. Опа, смотрите, это реально клевая тема. О, как мне нравится. Вот это реально прикольно. Не экономно, конечно, но вообще круто. Прям в жизнь. Я не знаю, как на камеру передает или нет, но выглядит прям вообще очень-очень свежо и очень-очень круто и красиво. Смотрите, давайте вторую сделаем. Прям вообще. Мне кажется, даже этот лайфхак спас просто ситуацию моей кожи и выглядит уже, конечно, не так стрёмно. Класс. Вот это вот определенно советую. Это мне определенно нравится. Думаю, вы сами все видите. Ну, просто вообще красота. Что ж, работает. И скрепки наши работали. Теперь их можно снять, потому что больше лайфхаков с кожей не будет. Ну, хоть не так страшно стало. Ух, давайте дальше. Сейчас должен быть, по идее, интересный лайфхак. И выглядит он безумно красиво. Если на самом деле можно добиться такого же эффекта макияжа век при помощи вот этой вот карандашной техники, которую она показывает, это будет просто шикарно. Что ж, давайте меньше лишних слов, больше дела проверяем. Возьму черный карандашик, достаточно мягкий, и буду сейчас вот такого треугольника, как у нее, пытаться вырисовать. Так, пока все кажется достаточно простым и вроде как логичным. Так, теперь вместе со светлыми тенями все это растушевываем. В одном направлении надо двигаться, иначе будет очень печально. И вот что получилось. Ну, в принципе, как таковой лайфхак-то, конечно, работает, потому что все получилось растушевать между собой, но к моим глазам это категорически не идет. Я сейчас попробую сделать не столько прямую линию, насколько чуть-чуть наверх, и исправить ситуацию. Может быть, это поможет, но... Пока, конечно, мне совсем не нравится. Так вот, может быть, лучше будет. Да, специфично выглядит, максимально специфично. Короче, пока к этому лайфхаку у меня больше вопросов, чем ответов. Выглядит это очень странно. Возможно, действительно, я взял в своих глазах совершенно иначе, но вот на обычном европейском веке это прям... Ну, такое-такое. Еще я и гляпалась чутка. Короче, не знаю. Нет, это мне, с одной стороны, понятно, как работает, но совершенно не нравится. Сделаю для симметрии второй, хотя какая уж тут симметрия, и продолжим дальше. Я кое-как его растушевала вместе с этим прозрачным хойлайтером на глазах. Добавлю теперь немножко ресниц, чтобы было менее стрёмно, и предлагаю поехать дальше. Что ж, к нашему замечательному макияжу не хватает только стрелки, поэтому сейчас при помощи этого лайфхака я постараюсь ее нарисовать. Выглядит все просто, настолько просто, что даже просто, просто настолько просто, что даже просто. Как говорится, цитаты великих людей. Нужно использовать ватную палочку и карандаш. Я возьму вместо жидкой подводки именно карандаш, потому что у меня есть специальная, которая подходит для слизистой, а насчет подводки, которая у меня есть в лайнере, я в этом не уверена. Поэтому сейчас постараюсь все это сделать. Так, мы оттягиваем веко, фиксируем и прокрашиваем вот эту вот линию роста ресниц. Тяни еще это веко, блин. Как она это делает? У меня только оттягивать мышцы с ресницами получается. Так, есть ли разница вообще между глазами? Один с черным, второй без черным. Не поняла прикола этого лайфхака, вообще максимально. В чем проблема, все то же самое делать с пальцем. Может быть, это, конечно, актуально для визажистов, чтобы не трогать другим людям. Веки и глаза пальцами используют только предметы, но в целом вообще никакой разницы между тем накрасить при помощи ватной палочки или сделать вот так вот и просто прокрасить. Я не вижу вообще все то же самое получается. Ну, что сказать, лайфхак сам по себе работает, но смысл в нем, если ты обычный человек, я вообще не вижу. Ну и плюс оттягивать веко, реально, вот, по крайней мере, опять европейское, это тащи занятия, не так-то и просто это сделать. Наверное, с азиатским проще, но фиг знает, фиг знает. Короче, формальный лайфхак работает, неформальный лайфхак непонятный. Поехали дальше. Лайфхак, наверное, вы прислали мне наиболее часто, и он реально интересный. Давайте попробуем повторить. В самом начале нужно увлажнить губы. Никаких проблем нет. Теперь снимаем все лишнее и проходимся по губам тоном. Ставим точки по контуру губ. И теперь обычной помадой прокрашиваем центр. И теперь делаем губами такие движения. Окей, формально что-то есть. Немного здесь не растушевалась, но думаю, ничего страшного, если пальцем пройдусь. И теперь добавить блестяшечки. Ну, в целом это работает, потому что, собственно, что здесь может не работать даже теоретически, но я не поняла прикола. И, честно, да блин, хватит мне писать. Вот почему каждый раз, когда я сажусь снимать, мне начинает просто шквал сообщений приходить. Ладно, отбомбила и хватит. Выгляд мило в жизни, достаточно нежно. Такой, да, легкий человек до градиента. Он тоже чувствуется, но... Хотя, знаете, это такой легкий лайфхак, просто легчайший. Попробуйте сами сделать, и потом расскажите, ну или не расскажите, как у вас вообще получилось, его или нет, нравится вам или нет. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мое предыдущее видео из этой же рубрики. Субтитры сделал DimaTorzok